Кстати, самое лучшее средство, если у вас волосы электризуются, либо же вы сидите возле батареи, как я сейчас, берете свой любой увлажняющий крем для рук и вот так вот хорошенько... Не могу сказать, что увлажняете, просто проводите по волосам, и у вас будут меньше электризоваться, и я всегда делаю акцент на кончиках. Просто обалденное средство. У меня, кстати, крем от Ива Роше с манго. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Мирослава, и в сегодняшнем видео я бы хотела поговорить о мифах, связанных с волосами. Первый миф – это чем чаще мыть волосы, тем быстрее они у нас будут выпадать и пачкаться. Здесь я могу сказать только лишь одно. Безусловно, в этом мифе есть зерно здравого смысла. Начнем с того, что когда мы моем волосы, мы нарушаем гидролипидный барьер кожи, соответственно, кожа начинает вырабатывать гораздо больше сала для того, чтобы восстановить этот барьер. Чтобы довести ситуацию до такого, когда волосы начинают быстрее жирниться, их нужно мыть 2-3 раза в день. Если спросить трихолога, как часто нужно мыть волосы, он вам ответит по мере загрязнения. При ежедневном мытье волос, безусловно, нужно подумать об уходе. Как правило, мастера советуют обратить внимание на средства, которые будут направлены на глубокое восстановление и увлажнение, потому что все-таки мы их постоянно сушим, идет соприкосновение с водой. Ну, это все не есть хорошо, но от этого волосы, как я уже сказала, выше, не выпадают сильнее и не загрязняются. Следующий миф – это чрезмерное влияние ультрафиолетовых лучей провоцирует выпадение волос. Дело в том, что выпадение волос начинается на поликулярном уровне, куда солнечные лучи проникнуть никак не могут. Единственное, что если вы будете не защищать свои волосы, свою голову, то это может поспособствовать тому, что волосы будут более ломкими, сухими, ну и то, что вы можете получить солнечный удар. Но волосы выпадать от ультрафиолета не будут. Следующий миф – чем горячее вода, тем лучше промываются волосы. Да, конечно, холодной водой вымойте волосы до скрипа навряд ли у кого-либо получится, особенно с первого раза. Для того, чтобы растворить секреты сальных желез волос и восковые компоненты укладочных средств, для этого нужна теплая вода 36-37 градусов, но не горячая. Воздействие горячей воды, первое, усиливает работу сальных желез, второе, раздражает кожу головы и третье, нарушает барьерный слой. Поэтому, если вы каждый день моете волосы, обязательно вода должна быть теплая, потому что от горячей воды, вот вы уже знаете, что может произойти. И неудивительно, кстати, когда именно горячая вода девчонки моют волосы каждый день, они видят то, что волосы начинают быстрее жирниться. Следующий миф – шампуни для нормальных волос подходят всем. Почему это миф? Если вы хотите на постоянной основе, чтобы ваши волосы выглядели хорошо, то для этого нужно выбирать средства, подходящие вашему типу и состоянию волос. Обязательно. Например, если выбирать шампунь для жирных волос, то он будет содержать такие компоненты, которые будут направлены на регулирование сальных желез. Если у вас волосы сухие, непослушные, ломкие, то, конечно же, нужно делать свой выбор в сторону шампуней для сухих волос, так как они будут содержать такие компоненты, как масла, аминокислоты, то есть ингредиенты, которые будут максимально насыщать, питать ваши волосы и оказывать только положительное влияние на них. Поэтому большое заблуждение думать о том, что шампунь для нормальных волос подойдет всем. Следующий миф – кондиционеры и бальзамы для волос – это пустая трата денег. Вы знаете, у меня очень много есть знакомых, которые так думают. И когда я им говорю, почему вы не пользуетесь маслами, почему вы не пользуетесь кондиционерами, на меня, как правило, смотрят очень странно и говорят, что это действительно просто деньги на ветер. Я с этим категорически не согласна, и прежде чем как снять для вас этот ролик, я, конечно же, изучила материал. Трихологи просто настаивают на том, чтобы мы использовали каждый раз при мытье кожи головы, волос. У нас обязательно кондиционирующие средства, потому что они очень хорошо, первое, увлажняют волосы, они защищают от повреждений, от ломкостей и, конечно же, предотвращают потерю влаги из волоса. Потому что, например, как правило, после мытья у нас что идет, у нас идет сушка. Поэтому предварительно не пренебрегайте кондиционерами, абальзамами для волос. В следующий мир силиконы, присутствующие в средствах по уходу за волосами, не смываются и еще, ко всему прочему, накапливаются на волосах. Дело в том, что действительно старые силиконы работали именно так, но на сегодняшний день уже их не используют. Силиконы нового поколения не полностью смываются при последующем мытье волос. Если вы все-таки любите использовать средства с пометкой силикон фри, пожалуйста, это ваше право, но имейте в виду, что, как правило, в таких средствах добавлены иные компоненты, которые немного с другой формулой, но они имеют аналогичные действия с силиконами. Мое отношение к силиконам, я совершенно спокойно к ним отношусь. Я скажу больше, у меня все масла с силиконами, я очень люблю продукцию Керастаз, она добавляет силиконы в свои средства и мне нравится, как выглядят мои волосы и я просто знаю, что при последующем мытье все эти силиконы смываются и ничего плохого я не замечала никогда, я не замечала сухости, ломкости, ну и так далее, то, что там многие говорят. Следующий миф, то что мужская продукция для волос также идеально подходит и женщинам. Многие женщины экономят свои деньги и любят использовать шампунь у мужчин. Объясню, почему это миф. Дело в том, что толщина и уровень BH кожи головы мужской очень сильно отличается от женской. Соответственно, если женщина будет часто использовать такие вот средства, предназначенные для мужчин, то она может наблюдать зуд, она может даже наблюдать перхоть, шелушение на своей коже. Это все неудивительно, потому что действительно толщина и уровень BH у нас очень сильно отличаются. Алло. Следующий миф – это то, что кондиционеры, масла, флюиды могут восстановить секущиеся кончики. Здесь вам их могут восстановить только лишь ножницы. Вот вы пойдете, вам обрежут их, и да, все, у вас их не будет. Но никакие кондиционеры, никакие флюиды с этим, к сожалению, не справятся. Что они могут сделать? Они могут пригладить кутикулу, но никак не запаять этот посеченный конец. Это, в принципе, невозможно. Следующий миф – окрашивание волос способствует их выпадению. Если волосы были окрашены у нормального мастера, в нормальном салоне, нормальной краской, то никак данная манипуляция не спровоцирует выпадение. Если же окрашивание было проведено некорректно, неправильно, потому что любое окрашивание содержит химикаты, которые пагубно отражаются на состоянии волос, предположим, если эти химикаты были передержаны, либо же использовалась непонятная краска, да, это может спровоцировать выпадение. Нужно обращаться к мастеркам своего дела, потому что это все-таки наша внешность, это волосы, и за ними нужно хорошо следить. Когда делают милирование, когда фольгу запечатывают. Я прям не могу, это вот реально то, что я хотела. Да, то, что я хотела. Следующий миф – это если девушка каждую ночь будет заплетать волосы в тугую косу, то от этого волосы будут меньше выпадать, потому что они не будут там соприкасаться с подушкой и так далее, будут менее ломкими. Это огромнейшее заблуждение. Дело в том, что такое вот тугое заплетание кос, наоборот, провоцирует к механической аллопеции. Механическая аллопеция – распространенное явление среди, например, афроамериканок, потому что причиной этого является привычка носить туго затянутые хвосты, брейды, пучки в течение длительного периода времени. Можете посмотреть на ютубе, там же самом, либо же так, как видите в поисковике, какие вот страшные последствия от этого могут быть. Поэтому ни один врач-трихолог вам уж точно не посоветует каждую ночь заплетать волосы в тугую косу и думать, что от этого они будут меньше выпадать. Это огромнейшее заблуждение. Следующий миф – это то, что курение никак не связано с причиной раннего сидения и выпадения волос. У меня даже была одна знакомая, с которой я на протяжении длительного времени общалась. И она, да, она любила курить и делала это очень-очень часто. Но при этом она была помешана на своих волосах. Когда я говорю слово «помешанная», я сама была одно время помешанной, и я вижу в людях вот это вот помешательство. То есть это постоянные походы в салоны красоты, и она не делала никакие укладки, она именно увлажняла, питала волосы, ходила на маски, плюс у нее дома было очень много масок и масел, и вот этих вот всевозможных средств. И я, помню, тогда сказала ей фразу, что курение может спровоцировать выпадение волос, и курильщики быстрее сидеют. На что она меня посмотрела и сказала, да ладно, написать можно все, что угодно, это вообще полнейшая ерунда. Но тогда у меня ответа никакого не было, потому что я не настолько сильно изучила эту вот проблему, эту ситуацию. Согласно исследованиям британских ученых, курильщики действительно сидеют гораздо быстрее. Плюс ко всему прочему, курение может спровоцировать выпадение волос. Поэтому если вы имеете такую пагубную привычку, то я могу посоветовать вам только лишь одно, поскорее с ней распрощаться. В этом пункте я про генетический фактор говорить не буду, потому что это само собой, но то, что вот есть уже доказательства по поводу курения, я про это не могла не сказать. Я вам всем-всем желаю красивых, здоровых, блестящих волос. Я вас всех очень сильно люблю, целую, и до новых встреч. Пока! Продолжение следует...